В зале это очень ощущается, потому что собрались, я так понимаю, не только наши читатели, но и друзья и поклонники композитора Георгия Емского. Мы сегодня отмечаем 60-летие песни. Это немножко необычно. 60 лет существует песня, и кажется, еще 100 лет просуществует, а может быть и больше. Настолько она популярна. А родилась она в 37-м году. В таком зловещем году такая замечательная песня родилась. И автор ее поэт Павел Коган и композитор Георгий Лепский. Пожалуйста, приветствую вас. Очень скромный Георгий Соломович говорит, а Павел Коганю что-нибудь расскажите. О Георгии Лепскому тоже хочется рассказать. Георгий Лепский, творческий вечер, который мы сегодня собрались, говорит, что он по профессии преподаватель изобразительного искусства. Вот что он художник, в этом мы убедились несколько лет назад. Одна из самых первых выставок, которые были в нашей библиотеке, это была выставка художника Георгия Лепского. Бог всегда так одаривает людей. Одним ничего, другим сразу все. И художник, и композитор. Георгий Соломович преподавал, учил молодых изобразительному искусству, рисовал сам. И всю жизнь с юных лет был музыкантом. Играл на фортепиано, и на гитаре, и на аккордеоне, пел песни и постепенно пришел к тому, что как бы можно стать и автором. Вот в 30-е годы в Москве на улице Правды, Правда, родилось такое литературное объединение молодых людей, любящих поэзию и песню. И названо было это объединение поселок. А вышли оттуда невероятные имена. Это Михаил Кунчицкий, Давид Самуилов, Сергей Норовчатов, писательница Елена Лжевская, композитор Георгий Лепский. Кого-то я не назвала еще, а... Слунский. Слунский Борис. А вот лидером был уже известный в то время очень яркий личность, очень яркий поэт Павел Коган. Погибший, как вы знаете, как и Михаил Кунчицкий, на войне. В 37-м году друзья Георгий Лепский и Павел Коган, они были большими друзьями, решили написать песню. Вот они собрались в доме у Георгия Лепского, и за 2-3 часа, как рассказывает Георгий Славович, песня была готова. Песня, которая стала эпохальной. «Пригантина поднимает паруса». Я хочу предоставить, не так уж много говорить, а отдать бразды правления в руки виновника торжества Георгия Лепского. И дальше он будет сам вести свою вечер. Пожалуйста. И начнем мы наш вечер «Пригантина». Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Валерий Петрович уже сказал, что Павел часто был у меня дома. Любил слушать, как я наигрывал на рояле знакомых мелодий. И от этих его впечатлений, от этих его воспоминаний остались стихии, которые он мне посвятил. Всего он мне посвятил три-четыре стихотворения. Стихотворение «Но играет же». «Но играет же». «Но играет же» «Но играет же» «Но играет же» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Я не объявляю тебя музыка, потому что будут исполняться только на мою музыку сегодня. Так что, буду объявлять только исполнителя и автора в словах. Улыбает все-таки грека. Стихи растопчиной. Стихи растопчиной. Вот это интересно Это женщина-современница Пушкина. В её доме бывали Гоголь, Лермонтов, Боротынский, Вязницкий. Она считалась выдающейся поэтессой в своё время. Вот одна из её песен. Много есть у неё стихотворений, под которыми написаны слова для музыки. Так что она и к музыке имеет прямое отношение. Значит, «Голубая душегрелька». Ножка, ножка, чаротейка, Глазки девиц и души, Голубая душегрелька, Как вы мне хороши. Помню, помню, как бывало В зимню пару вечерком. Свет красотка выбегала Погулять со мной тайком. Свет красотка выбегала Погулять со мной тайком. Погулять со мной тайком. Свет красотка выбегала Погулять со мной тайком. Свет красотка выбегала Погулять со мной тайком. Погулять со мной тайком. Умирали в бокале цветы на слова Агрегены Левской. Умирали в бокале цветы, Не бывало еще красоты. Умирали в бокале цветы, Умирая, шептали гнеты. Отвижны зимы только с тобой по пути, Будто им никогда уж тебя не найти. Умирали в бокале цветы, Не бывало еще красоты. Как ты, Бог, не прийти, не узнать, Что последнее слово сказать? И слезу хоть на миг уроить, Может быть, оживеть, может быть. Не хочу, не хочу, не хочу знать, где ты, Ведь погибли, погибли, погибли цветы, Унося за собою мечты. Умирали в бокале цветы, Не было еще красоты. АПЛОДИСМЕНТЫ «Ты обними меня» Песня на слова Татьяны Крауц. Татьяна Ивановна, Директор Музея Канинкова. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Симон. Симон. Субтитры подогнал, Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Старинный ароман музыкан, то есть слова Евгения Ронизович. ПЕСНЯ Один к себе за рукоять, Трудой к себе за острием. Любовь стараясь оттолкнуть, Нас облюдали вдалем, Один весом другу грудь, Другой под сердце острием. И тот, кто лезвие рукой Не в силах больше удержать, Тот где-нибудь к любви другой Возьмет огонь на рукоять, И рук женающих металл Ему ничуть не будет жаль, Как будто он не испытал, Как режет сталь, Как режет сталь. АПЛОДИСМЕНТЫ Стечи Давида Самойлова Когда-нибудь. Дэвид просил меня написать музыку На эти слова, когда он был жив, Но ему не довелось. Дэвид просил меня. Когда-нибудь, когда-нибудь, Когда-нибудь я к вам приеду, Когда-нибудь, когда-нибудь, Когда почувствую победу, Когда открою новый путь, Когда открою новый путь, Я к вам приеду. Когда-нибудь, когда-нибудь, Когда-нибудь я вас увижу, И жизнь свою возненавижу, И жизнь свою возненавижу, И к вам в слезах поду на грудь, И к вам в слезах поду на грудь, Я к вам приеду. Когда-нибудь, когда-нибудь, Когда-нибудь я вас застану, Растерянную, как всегда, Когда-нибудь я с вами канул, мои прошедшие года, мои прошедшие года. Я с вами канул никогда не будь. Вижу сон, успехи Сергея Ельцинова. Едет милая ко мне. Едет, едет милая, только нелюбимая. Это мы, березки русские, путь, дорожка узкая. Это милая, как сон, лишь для той, в кого влюблен. Удержи ты ветками, как руками ветки вид. Светит люся синий сон, хорошо кобытит корень. Свет такой единственный, словно герой единственный. Он, который тот же свет, и который в мире нет. И опять поет Ирина Николаевна. Спите, люди. Стихи Михаила Звуконина. Поэт военного поколения. Стихи Михаила Звуконина. Спите, люди. Отдохните, мой устали. Отдохните, от любви моя ты. Стихи Михаила Звуконина. 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 Не мешайте жить, Бог, 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 Бог! Романс не сбывшийся. Автор присутствует здесь, она кандидат в медицинских наук, что совсем не мешает ей писать стихи и картины. А фамилия? А фамилия? Простите, пожалуйста. Титаева. Не знаешь ты, как тяжело порою, над нами может быть. Не забывшаяся власть, когда она мелькнет перед тобою, чтобы о себе напомнить и пропасть. И ощутив, не сбывшая звуку среди житейской скучной суеты. Подбросив все, протягиваешь руки, чтобы держать скользящий через дыр. А фамилия? Россия с твой, развенчаны мечты. И все равно прежде, не тут себе самая. И снова ждешь, не сбывшая высоты. И снова ждешь, не сбывая. 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 Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ольга, слава мои. Помню вас, как сейчас, в парке у эстрады, Вы просили меня Ольгу станциать, И я в ответ нет, 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 Впрочем, да, я очень рада, И оркестр заиграл, это мой веселый бал, Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, Где теперь-то болька уж пошедшая моя, Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, Все на свете позабыла я. Боже мой, что со мной это невозможно, Перестаньте шептать глупые слова, Кавалер, милый мой, этот день осторожно, Ах, оставьте меня, мне уже пора домой. Вы вздохнули, шепнув, все дурман весенний, Ты меня извини и не сожалей, И цветы положив на мои колени, Вы ушли навсегда в глубину ли. Тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, Ты теперь только сумасшедшая моя, Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля, Жаль, что улетела молодость моя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Эту песню я написал давно, Для своих девчонок, Когда преподавал в ТВВС, Они исполняли ее в квартире. А мы попробуем... Дуэт. АПЛОДИСМЕНТЫ Морозный дрем сменяет, Синевечка, Нарядным мелком спешит плавон, А мне немного грустно перед встречей, Угонит добрый старый год. Его мы будем много вспоминать, И хочется нам ласково взорвать. Он сказал, что ты ушел, Раскарился теплом, Как быстро время протекло, А жизнь ждет, и все вперед бегут, Бегут часы, и воду в школы ждет. За все подарки от души, Спасибо, старый груз. Наверное, не сделала сна, Боже, За несчастливый дым умней. Твой друг в этот год Забыть не сможет, Он стал началом будущих дней. Давай, давай, тихонечко, в твоем, Мы в воду вонящим, он споет. О, жаль, что ты ушел, Раскарился теплом, Как быстро время протекло, А жизнь ждет, и все вперед. Бегут, бегут часы, И в воду желудочек бьет. За все подарки от души, Спасибо, старый груз. Так что ж, друзья, стоят на пороге, Шагнел с улыбкой, Грязь львовой. Нас ждут необычайные дороги, И в дальний путь мечта зовет. Поднимем же в охраны марсалон, Проводим старинка и запоем. О, жаль, что ты ушел, Раскарился теплом, Как быстро время протекло, А жизнь ждет, и все вперед. Берут, бегут часы, И в воду желудочек бьет. За все подарки от души, Спасибо, старый груз. Берут, бегут часы, И в воду желудочек бьет. На закуску, Песенку, Шутливую. Микрофон. Это такая стилизация, дворовая песня. Спасибо. 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 Внимание. За копейки. Спасибо. Валерия Петровна за организацию этого дела. Это вам. От поклонниц. Я не скажу. От поклонниц. В зале. От поклонниц. Спасибо. А эти цветы я хочу подарить женщине, которая меня восхищает своей красотой. Прежде всего, Лепского она, конечно, восхищала всю жизнь. Но у меня тоже. Муза. Георгия Лепского. Агриппина Лепская. Удачи. Только вон это. Показать прооружен. Вам будет подоказать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не только замечательная жена, которая никогда не даст успокоиться Георгию Лепскому, он будет творить пока только может. И совершенно потрясающие друзья. Таких друзей я больше никогда в своей жизни ни у кого не видела. Правда, наверное, это не напрасно. Потому что почти, вы заметили, почти все песни написаны на слова друзей. Но может быть исключение только Ростовчина она не была, не была приятницей Лепско. К сожалению, что будет. Но будет. Усилия, я думаю, что ваша Агрифина не уступит Ростовчиной. И вот усилиями и любовью друзей появилась на свет эта книга. Со стихами, а здесь даже и, по-моему, с нотами, да? И с нотами. Я думаю, что у вас сегодня есть такая удивительная, уникальная возможность приобрести эту книгу и все автографы взять. Но опять-таки, кроме графини. Все, кто тут есть, все авторы слов подпишут, и Георгий Лепский тоже. Спасибо вам всем огромное. Друзья мои, я не поэт ни в коем случае. И мне даже немножко неловко за то, что мои друзья преподнесли мне такой подарок. И сдали эти набросочки, которые делали совершенно случайно на протяжении десятилетий. Многие. Так что не считайте, что это поэты. Тут есть тексты песен некоторые. Тексты песен я писал, правда. А что касается стихов, то это поэты. Ну вот, а мне хотелось бы, чтобы все вместе, уходя отсюда, спели бригантину. Пог staan. Позди, попи, папа. Позди, пиес. Позди. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...